Вопросы, если есть, можете задавать, пока Игнатий Тихонович здесь. Да, пока. Игнатий Тихонович, мир вам слышно? Слышно. В священном писании написано, что жена украшает себя не плетением волос и так далее, а приобретает мужа, я не точно скажу, приобретает мужа для Бога своим кротким и тихим житием. Но там по-другому написано, но мысль примерно такой. И я увидела, что я нахожусь в послушании у мужа уже давным-давным-давно. Сама встала на этот путь послушания у мужа. И что я увидела, что я его вообще не приобретаю, мужа. Он против Бога еще сильнее начал идти. Раньше какие-то грехи он там где-то делал, я не видела. Теперь он их все в дом принес. То есть он хозяин, он теперь может и курить в квартире, потому что он так сказал. И выпивать в квартире он может теперь. И гонять нас, потому что он хозяин. Он может детей учить плохому, потому что он хозяин. То есть он вообще не приобретается, он еще больше теряется, мой муж. И какие-то рамки были, а теперь они вообще все рамки снимаются. И он становится похож на него. Вообще просто страшно. И мой сын старший говорит, мама, вот ты как начала в храм ходить, у нас в жизни, в семье изменилось до неузнаваемости. У нас нет мира вообще никогда. Отец просто невменяемый. Это уже давным-давно. И ничего бы, я там молчала бы, смирялась. Но он просто детей начинает к этому подтягивать, к своему образу жизни. Детей. Я вижу, что я одного ребенка почти потеряла. Теперь он за второго, за маленького взялся. Вот объясните мне, что это такое, что мне с собой делать, я не знаю. За мои грехи я понимаю, но чтобы мне детей-то не потерять. Видите, вы перед Богом это все делаете. Это Петр говорит. А Павел говорит об этом. Откуда ты знаешь, жена, не приобретешь, не мужа? То есть вам в обязанность не поставлено его обращать. Ваша награда тем больше, потому что вы никакой радости не видите от своей истинной христианской жизни. Будьте спокойны. За собой смотрите. Делайте как положено. А остальное Богу смотрит. И не думайте там, как вы говорите, у вас вижу сильное недовольство. А где же Бог? Куда смотрит? Бог обращает. И он знает. Вот одна жена такая была, и она только последний раз, ну, видит, что он уже, что попало там делает. Он говорит, ну, разведусь сейчас с тобой. Она говорит, я согласна. Даю тебе развод, но только ты мою просьбу одну выполни. Ну, думаю, то какую я выполнил. А какую? А помнишь первый раз, когда мы шли там из церкви-то, или там из ЗАГСа, и ты меня на руках на третий этаж на руках нес? Ну что, я прошу тебя, сделай это еще один раз. Вот откуда она это узнала, что надо делать-то? И когда он ее принес в комнате-то, зашел, а она не может накрывать лечь, он понял, что у ней рак в последней степени. Он заплакал, обратился. Так, Сенюшка, успокойся. Одна вот так вот молилась все время, но муж ей красавец такой был. И она все ждала. Когда он обратится, муж-то, и вот она придет тогда в храм, ей все до этого сочувствовали. Ксения, да как ты терпишь, что он одного ребенка испортил, там теперь второй. А он красавец такой. И вот он заболел, а он в обществе знания и силы антирелигиозник был, анти. И вот заболел он и попросил, и говорит, там, Ксения, как назвала, возьми книгу, почитай. Какую книгу? Евангелие. И вместо того, чтобы читать, она ушла в другую комнату и горько заплакала. Она ждала, что она обратится, но не таким способом, что его нельзя никому показать. Видите, у нее своя цель стояла – показать. Она терпела не зря. Какой муж умница, красавец, как зарабатывает. Успокойся, делай, как тебе Господь положил на сердце. Откуда ты знаешь? Златоуз говорит, цель обращать его, Бог не поставил непременно. Но ты ничего не потеряешь, ты делаешь для Господа. Будь спокойна, тебя Бог еще больше воодушевит. А у него потом придет истинное раскаяние, быть может. А если не так, твоя награда еще больше будет. Потому что ты от своего христианского жития никакого удовлетворения не получила. Поэтому вся награда будет у тебя на небе. Аминь. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. Вы хорошо меня слышали? Да-да, спаси Христос. Все, радуйся перед Господом. Да-да, поняла. Хорошая ты жена, спаси тебя, Христос. Так, никого больше нет? Отошел. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за труд. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Аминь, спаси Христос. Да, на такие вопросы так ответить только Игнатий Тихонович может. Сложнейшие вопросы. Аминь, спаси Христос.